Значит, разложим по полкам. Я вообще не считаю, что лоббировать снятие санкций с российских олигархов – это что-то плохое. Это то, что нужно было делать с самого начала. С самого, блин, начала. И не нужно было это делать публично. Это, естественно, нужно делать в секрет. Потому что у нас какая? Цель какая? Если цель – снизить количество денег, которые Путин может тратить на войну против мирного населения Украины и увеличить количество денег, которые будут потрачены на восстановление Украины, то, естественно, нужно всем олигархам говорить. Слушай, ты вот выводишь все свои деньги из России, чтобы они, не дай бог, Путину не достались, чтобы у тебя их не отжали. Тихонечко выводишь, с нами подписываешь соглашение, мы тебе делаем все коридоры для легализации этих денег на Западе взамен на то, что ты, например, я не знаю, пятую часть от всего своего спасенного состояния тратишь на Украину. Вот так должно было предлагаться всем, чтобы наконец-то наступил раскол элит. А затем уже кто-то из этих олигархов может сказать что-то там, когда все деньги вывезены из России, что-то, ну, осуждающее войну, может не говорить. А иначе сейчас какая ситуация получается? Вроде как хотят помочь потратить больше денег на восстановление Украины, при этом требуют от всех публично осудить войну. Но как только ты публично, будучи олигархом, осудишь войну и Путина, все твои деньги, которые у тебя остались в России, будут сразу отжаты по полному беспределу и потрачены на войну против украинского народа. Но это же тупость просто непрошибаемая. В итоге, считая, что они делают что-то хорошее, они делают обратный эффект. То есть вот у нас здесь было две цели, они делают 180 градусов и в итоге только увеличивают количество денег, которые Путин еще чуть-чуть отжал у какого-нибудь олигарха, вот как с Тиньковым было. Человек сразу сказал, что он против войны, у него просто все остатки отжали в России, и теперь как бы они все внутри, среди пропутинских элит сконцентрированы и будут тратиться, естественно, на нужные Путину вещи. Естественно, нужно было сразу предлагать всем олигархам, даже самым грязным и мерзким, просто другие условия, нужно было предлагать разные условия, так называемая стратегия выхода. То есть ты можешь снять с себя санкции, но ты делаешь это, это, это. И именно это внесло бы раскову элит. Единственное, я не согласен совершенно с текстом письма, как эта глупость там выставляется, Фридман святым, никто не святой, уж тем более Фридман. Не встречался с Путиным, поэтому он хорош. Да встречался, разумеется. Блин, ну, не это надо было писать. Надо было писать, что человек может спасти много денег из России, давайте сделаем ему коридор для этих денег, при условии, что он потратит существенную часть этих денег на восстановление Украины. Или, я не знаю, на помощь беженцам, на помощь пострадавшим людям. Все, какие проблемы? Зачем вот это вот обелять кого-то? Зачем вот это вот?